Дорогие друзья, я вам сейчас прочитаю произведение Михаила Зощенко «История болезни». Я не знаю, как вы, но лично я предпочитаю болеть дома. Конечно, слов нет. В больнице, может, светлее, культурнее, может быть, калорийность пищи предусмотрена. Но дома, как говорится, и солома едома. Выдача трупов с трех до четырех. Я прямо покачнулся, прочитав это воззвание. Я сказал мужчине, который меня записывал, что это вы такие пошлые записи вывешиваете. Больному незачем это читать. А фельдшер, или как его там, лек-пум, говорит. Но даром, что больной. Еле на ногах стоит, и пар чуть изо рта не идет от жару, а все туда же наводит критику. Вы меня обмываете. Ну, сиселечка говорит. Глядите, больной, наверное, вы не выздоровеете. Коль свой нос суете в чужие дела. Ну, повели меня в ванную, велели меня раздеваться. Я встал раздеваться. Гляжу, а из ванны торчит чья-то голова. В общем, потерпелся я в этой больнице. Но через неделю организм взял свое, и я пошел на поправку. И теперь, ой, хворая дома. Вот так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...